Уже 4 месяца грузинские военные находятся с миротворческой миссией в самой горячей точке мира. В Афганистане они контролируют одну из баз близ Кабула. Поддержать грузинских военных и ознакомиться с условиями их службы в Афганистан отправилась в парламентскую делегацию. Ее возглавил спикер Давид Бакрадзе. Подробности в сюжете Тамар Цхумария. Это грузинские военные в Афганистане. Миссия 2-й бригады пехотинцев заботится о безопасности военнослужащих и стран-членов НАТО. Коалиционная база Лохау дислоцирована в 10 километрах от Кабула. Кроме грузин там служат военные из 14 стран. Грузинские солдаты контролируют главный блокпост – внешний и внутренний периметр базы. Первая грузинская миссия в Афганистане длится уже 4 месяца. Тут расположены военные силы 15 стран. Именно об их безопасности заботится грузинский контингент. Очень важно, что наши солдаты успешно выполняют данную миссию. В самую горячую точку мира председатель высшего законодательного органа Грузии направился вместе с представителями парламентского большинства и оппозиции. Они осмотрели базу и лично ознакомились с маршрутом, по которому ежедневно следуют грузинские военные. Когда я увидел грузинских солдат, грузинский флаг на их форме, я испытал очень большую гордость, потому что это достойно одетые, достойно подготовленные и достойно обученные мужественные грузинские солдаты. Это хорошо подготовленные и дисциплинированные солдаты, которые защищают Грузию за ее пределами. Наши парни находятся тут, рискуя своей жизнью. Они служат интересам Грузии и стараются представить свою страну на международной арене. Думаю, это самое важное. Представители парламента Грузии встретились с главнокомандующим в Афганистане, а спикер высшего законодательного органа провел встречу со своим афганским коллегой. На сегодняшний день в Афганистане находятся 920 грузинских военных. Участие грузин в афганской операции планировалось еще в 2008 году. Однако планы Тбилиси тогда нарушила Россия. Грузия смогла осуществить миссию в 2010-м, направив своих военных для выполнения миротворческой миссии.